Всем привет! Сегодня я хочу вам показать свою мастерскую. И начнем с того, что эта комната не была предназначена для того, чтобы мне занимались обивкой мягкой мебели. Эта комната предназначалась под папин рабочий кабинет. Но так как дом был свежепостроенный и мне внезапно захотелось заниматься мебелью, я заняла это помещение. Здесь был, грубо говоря, холодный балкон. Подо мной находится гараж, где работает Паша. Я нахожусь над Пашей. Помещение было холодное и мы за пару дней буквально утеплили стенки под окнами и настелили фанеру на полы. И линолем кинули. С этого момента я начала потихонечку заниматься каретной стяжкой. Потом мы уже сделали подстолье и скинули ЛДСП как столешню. Стол я еще ни разу не меняла. Прошло пять лет. Ни разу не меняла, не переворачивала. Скорее всего, скоро я его уже переверну, потому что ближе к тому месту, где я стою, на столе очень много борозд я прорезала резаком. То есть там уже неудобно работать. Сейчас я поверну камеру таким образом, чтобы вы видели эту мастерскую, как вижу ее я. И потихонечку пойдем по стенкам, по полочкам. Буду показывать, рассказывать, что это, для чего это. И начнем мы с этой стороны. На этой стороне у меня находятся остатки от тканей, которые заказы я делаю. Тут сверху у меня полочки, две штуки, тоже для того, чтобы там хранились ткани рулона. Туда мы еще подойдем, но пока объясню, что там у меня просто висят образцы. Снизу тоже образцы. Эти рулоны, они у меня висят, лежат уже давно. Со временем, я надеюсь, я куда-нибудь их потрачу, но пока они пусть будут. Итак, что же у нас на этой стороне? Давайте начнем сверху, там менее интересные вещи лежат. Это у нас две коробки от Прибена степлеров. Одна моя, вторая Пашина. Это у нас коробочка от Матрикса. Я им уже не пользуюсь и не буду пользоваться. Здесь у меня выкройки для брюк. Я иногда умею шить вещи. Это у меня выкройка под пуфик в капитонах, каретной стяжке полностью, которая идет. Это у меня файлики. Я же когда-то была ИП. Так, сразу говорю, я не убиралась. Я перед вами ничего не вылизывала в помещение свое, чтобы было. Так, это мне сюда Паша положил, потому что он из этой... Это, по-моему, лотокс у нас идет. Он из него сделал фильтр временный на Одиссея, на нашу рабочую машину. Так, здесь у нас идет выпрямитель осанки. Так, это у нас просто обрезки ткани, которые я использовала в лишних целях. Это у нас изолон миллиметра три, который идет. Я его использую в основном для царк под 45 градусов, то есть я торцы, вот эти пяточки под 45, обклеиваю вот этим изолоном. Это я покупала в Леруа Мерлен. Она нежнена на то, что вот эти жгуты будут выполнять роль канта в изголовьях, в подушках, но они оказались сильно мягкими. Они потом не держат форму, поэтому они у меня просто теперь лежат. Для чего не понятно. Это у меня тоже выкройки от чего-то там. Уже не помню от чего. Здесь у меня подгон от Саши Честера. Там у нас идет баночки с маслом. Здесь у меня идут гвозди. Гвозди золотые. В основном тут у меня комплекты от гвоздевой ленты, от гвоздевого молдинга. А в другой коробочке у меня идет, по-моему, золотой гвоздь штучный. Да, штучный золотой гвоздь. Так, там у меня коробочки от вам освещения. Ну и все. На этой полочке больше интересного ничего нет. Это у меня шнур диаметр 5-6 миллиметров. Я его брала для того, чтобы по задней части изголовья делать кант. Здесь канцелярия, маркеры, текстовыделители. Это мелкие от ручки с Алиэкспресс. Что тут еще у меня есть? Скобы 16-е, скобы 10-е, скобы восьмерки и скобы шестерки. Тут их все видно. Пилочка у меня всегда есть на рабочем месте, потому что бывают ткани, которые легко цепляются. И бывают маникюр, который может быть убитый от степлера. Так, скотч, естественно. Это образцы тряпочек. Здесь у меня мелки. Мелков у меня много. Все нужны. Все когда-нибудь доиспользуются. Пуговки у меня микрон. Пуговки у меня микрон. Размер 26, размер 36 и размер 32. Размер это не диаметр. Размер это надо в интернете смотреть их места. Да. Эти скобы я окрасила из баллончика в черный цвет. Но, знаете, еще спорный вопрос, есть смысл так делать или нет. Потому что, когда ты бьешь степлером, он же степлер, язычок бьет по этой части. И получается, что краска, она скалывается и отлетает. Если я хочу закрыть, ну, спрятать скобу, я ее закрашиваю просто черным маркером. Вот у меня для этого есть черный маркер. Не всегда это делаю, но просто иногда прям в глаза бросается, когда на черном спамбонде блестят серебристые скобы. Так, здесь у меня линейка 90 градусов. На эту картонку, вот у меня две картонки, на эту я наматываю нитку капроновую под каретную стяжку в первой утяжку, когда я делала. А на эту я наматываю чисто под пуговицы, потому что утяжка уже прошла, и на пуговицы надо мне поменьше ниток. Нитки. Где же те нитки, которыми я делаю каретную стяжку? Вот. Капроновая нить. Миллиметр-полтора, два. Диаметром идет. Вот. Что у нас тут еще есть? Еще у меня тут есть образцы на изголовье. То есть это вот эти вот боковые такие пушки. Левая, правая. Одна шире, другая хуже. Потому что вот эта, по-моему, шла под детскую и под саргу 4,5 см. А вторая, она идет, по-моему, под 8 см. Шириной. Это у меня уже идет жгут профессиональный, мебельный. По-моему, производитель Оке. Артикул не скажу, но он плотненький, то есть он точно не промнется в тех местах, где промялся бы вон тот. А это у меня опять какая-то выкройка. Это Паша стучит, делает нам царги. А вот этот пресс мне достался от моей сестры. Он очень тяжелый, он чугунный. Здесь была такая коротенькая ручка, но он у меня постоянно шевелился. И мы сделали такой большой рычаг, и мне удобнее делать. И я всегда пресс струбциной перекручиваю к столу. Вот у меня даже струбцина, которая раскрыта как раз под этот размер уже. Так, идем дальше. Тут у меня прям набор бойскаута. Это у меня идет пленка, если у клиента идет ремонт, заканчивается. Но мы ему уже поставили кровать. Я стараюсь все свои изделия запаковывать, чтобы на них пыль не падала. Тут у меня клей для пистолета термо. Перчатки. Это нитки с оверлока, которые уже сгнили. Я их сняла, вытащила. Сейчас вот прямо выкину при вас. Перчатки, чтобы упаковывать изделия и не травмировать руки. Латные диски. Здесь у меня был не спирт. Сюда я заливала обезжириватель. Чтобы ездить на монтаж, допустим, стеновых панелей. Если клей попал на изделие, то быстренько стереть. Так, в этом у меня был запакован подарочек от Саши Честера. Вот на вот эту штуку. Поняли, да, что это? А здесь у меня всякого рода мелочь. Это у меня подпятники, лоток с подпятниками, чтобы ставить их на кровати, на стулья, на банкетки. А здесь у меня набор вот этих вот всяких гвоздиков из Леруа Мурлен, чтобы добивать ленты гвоздевые. Да, у меня есть резак. Я им никогда не пользуюсь. Мне удобнее просто лезвием пользоваться. Тут у меня кисти. Кисти для клея, когда мы ездим на монтаж. И есть одна такая штука, которую я вам прям очень сильно хотела показать. Вот она. Вот эта вот вещь. Куда я вам? Вот эта вещь. Это мой первый дырокол. То есть я вот этой штукой делала первое отверстие в поролоне для каретной стяжки. Я тогда еще была в гараже. Снимали мы помещение в аренду для того, чтобы перетягивать машины. И там я попросила напарника, чтобы он не заточил трубу. То есть вот она. Прям такая трубень металлическая. Он ее наточил, как смог. И ей вручную я выдавливала, вырезала вот эти вот дырки в поролоне. У меня были мозоли страшенные. Это у меня потолочка. Еще даже германская, не китайская. Вот это прямо реликвия такой мой. Артефакт. Наверное, навсегда я его себе ставлю на полочку. Что у нас идет дальше? Ну тут у меня... Что это называется? Куча перчаток у меня там. Вот эту штуку папа заказал с Алиэкспресс, потому что так как я нахожусь на втором этаже, все изголовья, всю эту тяжесть, мы сами таскаем на своих плечах. И вот эти вот помощники для переноски тяжелых вещей. Заготовка. Вот этой штукой мы нарезаем профиль круглый на половинки, на четвертинки. Но мне эта штука пригодилась, наверное, всего раз в жизни, поэтому она у меня просто есть. в пакетах. Что у меня тут есть? Тут у меня был пистолет. Сейчас мы его сюда повесим. Здесь у меня от какого-то клиента осталась ткань бирюзовая. Клиент был вредный, я решила на всякие оставить. Мало ли все. Здесь у нас идут подпятники и отпариватель. Отпариватель у меня Polaris, по-моему. Не буду вскрывать, он хорошо запакованный. Он пригождается мне, наверное, только на монтаже изделий, чтобы уже все выглядело опрятно. Но всегда обязательно закрывайте поролоном. Обязательно. Потому что просто струя пары, она повредит вашу ткань. Так, мы с вами. В этом пакете, в желтом у меня, лежат ленты скрытого шва. Это у нас лента скрытого шва. Она очень мягкая. Мне она не сильно понравилась в работе. То есть, она прям такая одноразовая. А есть вот такого вида лента скрытого шва. Она пожестче и она лучше держит форму. Здесь у меня плоскогубцы, бокорезы. Всё такое. Это у меня масло для того, чтобы смазывать коронки, когда я сверлю поролон. С этой смазкой я называю смазь. Это мы с подружкой, когда работали вместе, мы забыли слово смазка и вспомнили слово смазь. Это смазь. Мой шуруповёрт. Вот мы собирали кровать недавненько. Ключ на 10 обязательно и ключ на 17. Это у меня тут висят сантиметры всегда. Струбцины. Молоточек для гвоздиков. Пояс всегда у меня почему-то с пакетом лежит. Полотенце руки вытереть. Это у меня очень-очень старые ножницы. Я ими обрезаю ленту скрытого шва, потому что обычные ножницы мне будет просто жалко. А эти выдержат всё. Так, это нам подарили честеры. Саша с Яной. Да, так мы их называем. Тут тарелочка со всякой мелочёвкой. Тут у меня ещё от машины детали остались. Это у меня все крючки магнитные. Так, это у меня коронки. Большая коронка у меня где-то валяется в другом месте. Сейчас здесь подставлю. Вот. Эту коронку мы и делали... Ох, даже не помню когда. Не помню, в какой период я и пользовалась. Но я и пользовалась. Самое удобное для меня оказались всё-таки вот эти поддерево, которые мы сами наточили. И они прям очень хорошо работают. У них хороший толстый металл. Вообще не напрягаюсь. Вот эту пипку мы делали для того, чтобы делать маленькую каретную стяжку. Прям малюсенькую. И, по-моему, именно вот этим сверлом я делала отверстие для пухка бетона, который со всех сторон в каретной стяжке. Тут у меня сверла на мой вкус. Мои нужды. Биты. Резачки. Это папа баловался мне делал. Из деревяшек. Шильдики. Карандаши, резаки, иглы. Это срезать нитки. Такая швейная штучка. Так, что ещё у нас тут есть? Вот эта знаменитая 3D-штука от моего папы. Кстати, он наугад сделал диаметр вот этой штуки. Ровно как раз получается по диаметру сверла. По поролону. Мне прям очень удобно вот этой штукой сделать отверстие. Если я не уверена, что я ровно сейчас буду своим шуруповёртом орудовать, я лучше размечу. Мне прям реально понравилось так работать. Что у нас тут? Скобы. Выдиратели. Удалители. Лопаточка от Честера. Ножницы. Ножницы, помеченные у меня вот этой ленточкой, это ножницы только для тканей. Большими я ничего стараюсь не резать. Это у меня на всё остальное. Это прям вообще на черновуху. А здесь у меня, кстати, первый мой шаблон по линеечке, которую я сейчас заменила на Алиэкспрессную. Вот. Эти ножницы у меня вообще не работают. Это опять папа баловался, вырезал из магнитной фиговина. Мой щельдик. Маркеры, ручки, резаки. Всё в доступности, чтобы тыкнул и пошёл. Тут у меня... Не, знаете, всё-таки есть преимущество в том, что у меня нету отделки в этом помещении, что у меня здесь просто идёт голый брус. Вкрутил саморез, повесил, что надо, и вообще не паришься, что у тебя там что-то поранится, повредиться. Так, куча-куча линеек. Линейка на метр, линейка на 30 сантиметров, линейка на 40, линейка на 50, линейка на 20, на 20, на 15 и так далее. Ну, естественно, вот это вот прям вручалочка. Единственное, что на этой шкале нету 5 сантиметров. Есть сантиметры, есть 2, есть 3, есть 4, 5 нету, есть 6 сантиметров. Вот. Но, тем не менее, мне в основном нужны только сантиметровки. Так, не, она здесь лежала. Здесь. Розетки, розетки, мусорки. Вот этой штукой я пользуюсь, когда поролон прям издаёт неограниченное количество энергии. Или на синтепон, или на поролон наношу антистатик, чтобы в дальнейшем у клиентов она изнутри не шла. Обезжириватель. Пользуюсь именно этим обезжиривателем, потому что он не такой вонючий, как, допустим, из Леруа Марлен. То есть он прям, я бы сказала, даже вкусно пахнет, приятно пахнет и быстро выветривается. Растворитель у меня 646. Им я стираю клей. Но смотрите, 646-й растворитель, он очень хорошо размягчает вот эти вот кривые сопли, да. Но чтобы убрать вот эту вот жирность, липкость, я потом прохожу ещё обезжиривателем. Вот у меня вот они всегда в тандеме идут, всегда по штучке того-другого есть. Рулетка, естественно. Это у меня лезвие на рабочую часть. Этим я уже вообще давно не пользовалась. Из этого набора я пользуюсь только одним 10 мм, чтобы делать отверстия под болты. Этим я забиваю ленту скрытого шва. Ну и всё, пожалуй, с этой стороны я вам рассказала про всё. Ну в основном это и все мои рабочие инструменты и есть. А хотя нет, я вам не рассказала вот про вот эти два ножика. Нижний ножик я его покупала у софтволов. На сайт у них был. Сейчас не знаю, есть или нет. Не могу сказать. Он кривой. Не знаю, как показать. Короче, он саблей идёт. И не такой острый. То есть, я попыталась порезать, пыталась поточить, ничего не получилось. Этот ножик вы у меня видели. Он у меня был в разделе с подушкой, где я шила подушку. Вот. Резинка. Вот эта резинка синяя. Я не знаю, какая у неё плотность, натяжение, силу или ещё что-то. я просто помню, что пришла в амитист. Это был последний моток. Я его забрала и всё. То есть, честно, я не помню его номенклатуру. Так, пойдём дальше в эту сторону. Идём дальше. Тут у нас висят образцы. Это образец у нас с вертикальной утяжкой. То есть, они сшиты. Вон там видно шовчик. Вот. Это у нас обычная корректная стяжка. Тут у нас фигурное изголовье, панельки и широкой рамкой. Ну, скорее, да, тут даже не в панельках, а в рамках. То есть, есть вид у нас тоненькая рамка по периметру и широкая рамка. Вот. Здесь у нас образец на нашей последней кровати в стиле модерн, который идёт. Мы делали образец вот этой царги, чтобы понимать расход поролона, как, с какой стороны будет он приклеиваться. Вот. Очень советую вам тоже так делать. Это прям сэкономит вам время, материалы, нервы и тому подобное. это у меня козлы маленькие. Они не совсем функциональны, поэтому не советую их повторять делать такие же. Профам 4000 я её использую для того, чтобы очистить обивку. Мне он помогал убрать карандаш с ткани с лицевой стороны. Ну, вообще, она как бы хорошая вещь. Очень полезно её иметь у себя в мастерской. Не дай бог, чем-то замарает и тут же быстренько можно оттереть. Это у меня были мини-образцы для клиентов я возила. Тут мы тоже что-то пытались под 45 первые наши царги делать. Это у меня заготовка под образец какой-нибудь очередной. Доска для рабочих моментов. Но что-то мы её так в обиход не используем до сих пор. А здесь у нас образцы висят. вот тут тоже мы пытались сделать царги под 45 градусов. Там я, по-моему, использовала. А нет, это у нас уже пяточка идёт здесь. Даже видно, что там идёт этот профилёк. Не профилёк, а изолон 4-х миллиметровый. И да, мы на этом остановились. Там у меня ещё идёт липучки. Ну, и вот это всё барахло, которое валяется на полках. Но всё-таки иногда оно пригождается. Все окна, естественно, у меня зашторены, потому что солнце у нас встаёт там и с 6 утра и вот так, вот так, вот так, вот так, до 6 вечера солнце светит прямо на меня. Летом у меня в мастерской бывает до 40 градусов жары, то есть я прямо здесь страдаю. Я вам не показала, что у меня под столом. В общем, вот эта штука у меня был заказ с царгами на отшив со строчкой с такими ромбами. Мне показалось это дико некрасивым, неправильным и, ну, то есть я испортила ткань, всё, я её себе забрала и выкупила и она у меня теперь служит вот такой накидкой, чтобы было мягче. Здесь у меня лежат обрезки поролона. Вот, вторичка, десятка, там образцы, которые я не доделала, там тоже всякий хлам валяется, спонбонд 60-й плотности, спонбонд 17-й плотности и бухта у меня вот этой скобной ленты. я купила года три назад и до сих пор она мне служит верой. Правда, это не Оке, это какая-то другая фирма. Вот, вот такое подстолье с такими обрезочками. Чищу, конечно же, под столом периодически выкидываю этот поролон, потому что где-то, вот видите, загнутый он лежит, не выправляется, что-то поровнее, но все равно иногда обрезки пригождаются, которые не пригождаются, лежат долго, и я их выкидываю. Еще раз сделаю вам обзор со всех углов. пожалуй, на этом все. Со всех сторон я вам все показала, рассказала, секретов никаких нет. Будут вопросы, спрашивайте, отвечу с удовольствием. Или нет. Или отвечу не на все вопросы. Посмотрим. Швейную мастерскую я не буду показывать, там швейная машинка, гладильная доска и полочки. Все. Там очень мало места, ну, нету смысла туда идти и показывать. Все, на связи. А в следующем видео вы скорее всего увидите, как мы делаем вот эту кровать. Начнем с того, что это помещение не предназначено под такие дела, как мебельный бизнес, как мебельная мастерская, как мастерская. Начнем с того, что это никак не мастерская. Как мастерская. Продолжение следует...